Всем привет! Сегодня у нас снова тесты и сравнения для вас, чтобы вы не тратили свои бабки попросту. Я сейчас объясню в чем суть. У нас два Volkswagen Tiguan, которые вышли очень давно, но до сих пор ни у одной из контор нет полноценного чипа под эту машину. Да даже не полноценного, никакого нет. APR на данный момент начали разрабатывать чип, но еще неизвестно, когда они его родят. Может через полгода. А на дворе, между прочим, 2019. И что у нас получается? Что можно сделать? Как можно увеличить мощность этой машины? Для тех, кто не понял, кто знает, что такое Volkswagen Audi, все уже поняли, что это 180 сил 2 литра. Для тех, кто не понял, люди покупали себе 180 сил 2 литра, с целью потом его зашить там на 280, радоваться жизни и не платить за налог на 220 сил. Хрен там. Железно разные, все чуть-чуть другое и программу никто под этот мотор просто не стал делать. Всем стало неинтересно, все начали качать 220 сил от и до. Сколько мы будем в итоге ждать новый чип? Неизвестно, поэтому мы не стали его ждать. Почти месяц назад мы поставили в коричневый автомобиль Tuningbox GEN и тестировали его. Да, было пару нюансов в плане того, что машина на верхних оборотах ехала не так хорошо, как на низких и на средних. Они специально их убирали, верхние обороты. Не знаю, зачем это было сделано, но нашими тестами здесь в Белгороде было выявлено, что надо бы все-таки сделать как надо. В итоге Германия прислала нам новый софт, мы его залили в нашу коробочку с официального сервера и машина поехала уже совсем по-другому. И вот сегодня мы хотим вам это все показать и мы ее сравним с черным автомобилем, который максимально стоковый. И вот до этого как-то я говорил, типа Tuningbox позволяет вам оставаться на гарантии. Это работает. Это реально работает, потому что серый автомобиль снимал Tuningbox, пока катался месяц, ездил к официалам, извиняюсь, не серый, коричневый, ездил к официалам, менял там какие-то железки, потом поставил все назад, вуаля, никаких вопросов, все хорошо. Так что мы сейчас перестанем, наверное, болтать и поедем, реально покатаемся, ну минимум до 200 и покатаемся обязательно несколько раз с места, покажем вот прям от и до, есть смысл в нем или нет, стоит ли тратить эти деньги или не стоит. Так, заезд 40 километров в час, поверни камеру туда на машину. Я уже нажал на тормоз, то есть, ну видна уже сразу разница четкая. Это мы поехали с 40 километров в час, Green Tuning у нас стоит в режиме Custom. Вот, тут прямо написано Custom режим, это я своими ручками уже залез и выставил чуть-чуть, чуть-чуть посильнее, чем нужно, скажем так. В спорт режиме он будет чуточку хуже ехать, но зато более безопасно. Но мы знаем, что мы на хорошем топливе, поэтому почему бы и нет. Сейчас мы поедем с третьей передачи, с 60 километров в час. По итогу двух заездов четко видно, что автомобиль на Гэнтюнинге уезжает и уезжает стабильно, и тут даже не вопрос в каком-то общем весе, колесах или еще чем-то. Видно, что он едет, 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 и он не отрывается и держится, а он постоянно уезжает, уезжает, уезжает. Это говорит о том, что автомобиль мощнее. Но если быть честным, сколько мы с тобой скинули 100-180, 3 секунды что ли, да? Там, я уже не помню. По-моему, 3 секунды. Как я и говорил, мы тестируем их до того, как ездить вообще и снимать видео. И вот там, я не знаю, недели две назад мы тестировали. Вот в кастом режиме мы добились сокращения 3 секунд от 100 до 180 с Гэнтюнингом. Это солидная прибавка. Понятное дело, что там чип даст больше, но его не существует на данный момент на эту машину. Поэтому больше ничего не даст, к сожалению. Так что, пользуемся тем, что имеем. Давай, 4-е 80! Прикинь, мы только раздулись. Вот только машина раздулась. Я очень сильно позже нажал. И сразу смотри, как уехали. Тут наглядно было сейчас прям капец. Давай еще раз 80 и разворачивайся. Да ты не жми в пол. У тебя есть кикдаун. Не жми кикдаун. Да, кикдаун. Ездит редко, гоняется. Он продавил в пол. И из-за того, что мы едем с такого лютого турболага, машина скинула передачу на предыдущую. То есть на третью. И он поехал, по факту, у нас с третьей. А мы поехали по-честному, как договаривались с четвертой. Но не столь важно. Все равно было видно, что мы прям проехали его. Ну, сейчас посмотрим, что изменится. Мы сразу с 80 и поедем. Так что там скептики, как вот винтюнинг? Вот сейчас просто Дима покажет задний кадр. Мы оба до сих пор в пол едем. И там разница кузовов в шесть. То есть для тех, кто говорит, что это ничего не дает, ребята, я вас и горчу. Нет, она реально дает. Просто на каждой машине она дает, на каждой модели. Немножко по-своему. На дизельных двигателях она дает прям хорошо. На мощных бензиновых двигателях она дает хорошо. На слабых бензиновых двигателях, к сожалению, чудо не произойдет. Там и чип дает мало. Поэтому, в принципе, все логично, все понятно. И я вам даже больше скажу, скорее всего, на следующем моем автомобиле будет стоять именно гэнтюнинг. И не будет полноценного чипа вообще. Потому что стоит вопрос гарантии. И это лучший вариант. Едем 3-я, 60. Сейчас тенденция такова, что больше интересно сходу, чтобы машины хорошо ехали, да? Если вот года 4-5 назад интересно было стартовать больше. Ясняю, почему. Стартовать неинтересно сейчас многим. Знаешь, почему? Машины ни для кого не секрет, что любая марка сейчас делает свои автомобили из говна и палок. Соответственно, из-за этого получается какая проблема? Когда ты начинаешь стартовать с места, у тебя быстрее изнашиваются муфты, у тебя быстрее изнашиваются привода, там, и т.д. Опять же, большая нагрузка на сцепление. Ходом у тебя ни на что нет нагрузки. Ты просто берешь и просто едешь. У тебя все уже крутится, все уже приведено в движение. Мы сейчас едем. Просто вот, я не знаю, с любой скоростью, с какой получится, прожимаем в палас на режиме D, даже не на S, просто на D. Машина сама скидывает на пониженную, и мы смотрим, что из этого получается. Поехали. Короче, он был на лучшей передаче, чем я. У нас прям протопило. Либо он на спорт режиме был, у него стояла более высокая передача. Он, скорее всего, на спорт режиме был. Ну, видно, что, смотри, мы его догнали спокойно вообще. Он уже здоровался. Да, ничего страшного. Сейчас стартанем еще, посмотрим, что будет. Дальше, еще раз так же, только надо будет на спорт впереди. Так, сейчас делаем то же самое. Прожимаем в пол, надеюсь, мы друг друга с ним поняли. Да, поняли, оба, 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 вообще одинаково получилось. Да, 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 да. Но потом мы уезжаем немножко. Она уходит уже сейчас, уже 812, уже конкретно. Сейчас идеальный был по стакану. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, все четко видно. Тигуан с геном стабильно с любых скоростей, с любых режимов, с любого вообще всего Уезжает от Тигуана без гена. Это в принципе логично, потому что я, как уже говорил, я их тестировал, я увидел, что разница есть. Так что я сейчас беру камеру, беру драги, прыгаю в один, меряю его, в стоковый. Ну, для интереса, посмотрите, как есть стоковый Тигуан. После этого я сажусь в Тигуан с геном, меряю его, чтобы было видно разницу до и разницу после. И на этом мы, наверное, закончим это видео. Вот так снимается спидометр. Потому что мы не хотим клеить камеру на руль, оно оставляет следы. Потому что это хоть 180 разгонится, я надеюсь. Нет, нет. По поводу вообще заездов, замеров. Да, я вижу, что на этом Тигуане диски поменьше. Но весь это не то же, как и Боинг, потому что это заводские тяжелые диски. На огромном профиле они все-таки тоже тяжелые. Но не в этом даже суть. Диски вам дадут кузов. Ну, именно ходом там до 200, к примеру. Они дадут кузов целиком. Может быть полтора, но мы уезжали сегодня на 4, на 5 даже иногда. Поэтому, в принципе, диски обвинять в том, что машина едет быстрее, я думаю, не стоит. Да, однозначно, какой-то толк от них тоже есть, но не колоссальный. Мы сегодня увидели с вами, что ген на этом именно автомобиле более чем работает. И я вам даже больше скажу, владелец черной машины, который уже уехал по делам, он попросил себе переставить, чтобы потестировать пару недель. Мы ему, естественно, сказали, что это не сложно, поэтому они поменяются. И он покатается, сам уже почувствует, как оно. Может, даже и купит. В любом случае, в Гантюнинг нам оставили промокод, который дает 30% скидку. Мы его добавим в описание. Вы его просто вставляете, вводите в нужное поле на сайте, и у вас минус 30% от продукции. Как бы стараемся, чем можем для наших подписчиков. Вот. И в целом, что хотелось бы сказать. Гонки будут продолжаться, мы будем снимать, и у нас грядет, скажем так, очень интересные добавления. Я думаю, буквально со следующим видео, может быть, вы поймете. А может быть и через одно. Там надо подготовиться. Вот, что хотелось-то еще сказать. Видите этот обвес? Такой обвес можно сделать на очень многие автомобили. Там, даже на Мазду Миату, если вы захотите. На Пежо 208. На что угодно. А можно купить уже готовые обвесы на какие-то машины. У нас их делает Парсан Тюнинг. И вот человек стоит за кадром. Владелец автомобиля, который лично их лепит. И лепит их очень качественно и хорошо. Поэтому мы как бы поступим очень интересно. Мы вставим номер телефона. Вот сюда прямо сейчас напишем номер телефона. Звони прямо сейчас. Да, звони прямо сейчас. Получай скидочку и негритяночку в подарок. В зависимости от того, на какую машину ты заказываешь обвес. Так что в описании мы добавим уже ссылку на сайт. И еще хотелось бы ввести такую дополнительную рубрику. Общение с подписчиками. То есть, когда вы пишите какие-то комментарии, именно грамотные, интересные, хорошие. Не просто задаете вопрос, стоит ли там мне прошить Golf 5 GTI, да? А что-то вот действительно такое вот прям интересное. Вот мы будем выбирать с одного видео один какой-то комментарий. И в следующем обязательно отвечать. А потом может даже и по несколько. Посмотрим, как пойдет. Тема интересная. Всем пока. Всем спасибо. Подписываемся на канал. Самое главное, не забывайте нажимать на колокольчик все оповещения канала. И тогда вы ничего не пропустите. Раз, раз, раз. Да, я знаю, что я все включил. Все, запись мы не прерываем. Ой, блядь, какой ты дебил, блядь, таксист, ебаный, блядь. Что ты такой чмо тупой это, блядь? Я просто вот этих неадекватов вообще не могу терпеть. Ты видишь, что чуваки что-то делают. Тебе подождать сложно. Ты все равно пи***, вот он едешь. Если бы ты спешил, так уже давно уехал, правильно? Ты че, разозлился, братан? Это выглядит так по черепаше. Какашку не наступи. Вот сюда, в эту серую машину. Она не серая, она коричневая. Тюнинг бэкс. Бэкс. Поэтому мы сегодня взе... Ага! Поэтому мы сегодня взе... Тюнинг бэкс. Бэкс, 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 бэкс. Вот сюда, в эту серую машину. Субтитры сделал DimaTorzok